Порсуна Любовь Авторская программа Владимира Легойды «Порсуна» Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Порсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Максим Сырников. Максим Павлович, здравствуйте! Добрый день! Я очень рад вас видеть. Спасибо. У меня есть большая личная заинтересованность. Ваш большой поклонник, мой сын Рома, просто давно-давно мечтал, даже порывался сам провести эту программу, но в итоге удовлетворился тем, что самим фактом вашего присутствия. Спасибо огромное. Спасибо. У нас пять частей в программе «Вера, надежда, терпение, прощение, любовь». Это связано с окончанием молитвы оптинских старцев. Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Прежде чем мы к первой теме перейдем, хочу вас попросить по традиции, которая у нас сложилась, ну не то, чтобы представиться, а вот сказать здесь и сейчас, что вы считаете важным сказать о себе. Вот вы кто? Я пор, пор странствующий, странствующий по России, по миру, по жизни. Вера. У меня практически вот интерес к этому пропал, к гастрономической части. А как вот вы относитесь к позиции «я православный, потому что я русский»? Мне рассказывали, что был такой эпизод в вашей жизни, в детстве, когда вы отказались надевать пионерский галстук. Нет, это не так было. Не так было? А как? Нет, я не отказывался. Я отказывался... Я крестик носил в школе, носил крестик. И учительница физкультуры это очень не понравилось. И она, надо сказать, что я сейчас понимаю, уже так, после того, как остыл, что называется, за 40 с лишним лет, я понимаю, что она была по-своему права. Она сказала, что либо крестик, либо пионерский галстук. А, вот как. И я на какое-то время выбрал, может, на несколько дней выбрал крестик. А, то есть вы галстук не носили? Ну, да. Но это был такой вызов подростковый. Я не склонен преувеличивать в данном случае. Ну, такой был, да. А крестик вы тогда носили тоже потому, что это был скорее такой подростковый интерес, или это уже был религиозный интерес у вас? Ну, я думаю, что тут все вместе. Все вместе, да? Я крестился в таком уже школьном, но осознанном возрасте. Постарше уже, да? Да, да, да. Нет, естественно, крестился до того, как крестик начал носить. И инициатива была моя. То есть как-то родители, они... Ну, не то, чтобы там против были, но, по крайней мере, в общем-то, как-то так отнеслись нейтрально. Но без осуждения, да, какого-то? Без осуждения, да. И без восторга. Конечно, без осуждения, но и без восторга. А в городе Осташки, в Петерской губернии, во время летних каникул я вот крестился в храме, в котором сейчас, по возможности, тоже бываю всегда, когда бываю в Осташкове, с вами любил. После того, как крестился, какой-то интерес появился. И я, кстати, я помню, я первый раз пост великий держал. Мне было, ну, наверное, лет 14. Слушай, ну это вообще тогда редкость же была большая, да? Абсолютно, абсолютно. Притом, это и насмешки. Ну, не то, что насмешки, а вот... Странные, да? Вызывало, но как-то я так упорно действительно... Правда, надо сказать, что один раз. Уже на последующем меня не хватило. То есть это не великий пост, и я придержался. Дальше уже как-то... А почему вы решили соблюдать пост? Ну, то есть вы считаете, что раз вы... Ну, опять же, вот, как такой неофит, вот, такой как-то интерес такой был. Решил, что раз уж клеститься, то... То надо, да. В следующий раз уже поститься начал в 30 с чем-то лет, и вот по сей день посты соблюдают. Если вот то, что называется глубоко копнуть национальную кухню русского, то понятно, что вся сезонность ее и такая вот периодичность, она строилась в зависимости от такого календаря бы того, а что такое календарь русского человека, разумеется, это православный календарь. И вот в конце 16 века была издана такая вот книга, которую почему-то очень часто смешивают с домостроем. Ну, это еще с конца 19 века путаница идет. Это, на самом деле, отдельно изданная книга. Яст, во весь год стол подаваемых, там вот так оно, например, называется. И там последовательность около 300 блюд неповторяемых. Репертура русского человека в конце 16 века там упомянуто. Притом все это вот в строком соответствии с православным календарем. То есть постами? Да, да. С покрова Пресвятой Богородицы в стол подается, и далее там то-то-то-то-то и так далее. Саед, то-то-то. А это были блюда, которые распространены были все-таки вот в какой среде? Ну, конечно, книги в конце 16 века, такие, как домострой, писали не для черных крестьян. Конечно, это такой средний класс того времени, московский. Но прежде всего. Хотя, ну, я думаю, что какое-нибудь купече-то зажиточное, свободное, оно и тогда могло пользоваться этим. Вообще, что касается русского быта, русской кухни, тут очень интересно. Конечно, была разница в зависимости от социального, к какому слою относились. Конечно, но тем не менее, ели-то одно и то же. Те же самые щи, каши, пироги, крошки, солянки. Но просто другое дело, что где-то побогаче, кто-то мог мясо каждый день, а кто-то по праздникам. А блюдо-то те же самые были. Интересно очень, да. А как вот вы относитесь к позиции «я православный, потому что я русский»? Я думаю, что это такое вот... Достоевский когда-то еще говорил, что русский человек без православия – ничто. Я думаю, что вот именно в такой вот формулировке Достоевского я бы согласился. Но тут же есть некое такое вот... Я прекрасно понимаю значение традиции для нашей культуры. Русская культура, она православная, тут, конечно, бессмысленно спорить. Но когда современный человек так говорит, здесь немножко он может делать акцент на культуре и заодно говорит, что если ты не русский, значит, ты уже, так сказать, не православный. Это ведь не так, да, Евангелие для всех. Ну, конечно. Православный может быть и не русским. Другое дело, что, ну, все-таки, я думаю, что русский человек, связанный с этой землей и предками, и проживанием, и всем прочим, и культурой, и литературой, и языком, и так далее. Ну, наверное, для него православие очень многое значит, я думаю, для каждого. А вот если вернуться к тому, о чем мы начали, вот когда вы сказали, что вот в этой книге даже все, понятно, связано с календарем. А вот кроме того, что есть блюда постные и скоромные, да, вот как-то еще, вот эта, ну, я не знаю, религиозная составляющая, она как-то еще проявляется в кухне? Я не знаю, насколько, может, это дилетантский такой вопрос, очень наивный. Ну, помимо того, что это постные и не постные. Ну, были блюда, которые на православные праздники, ну, не блюда, может, какая-то там, это больше, я бы даже сказал, не традиционная, а обрядовая какая-то, вот выпечка, например, на Иоанна Лествичника пекли ржаные лествицы. А как что они себе представляют? В Русском музее в Санкт-Петербурге есть прямо вот такие вот образцы этих самых лествиц. На Вознесении пекли пирог с зеленым луком, вот почему-то принято было. Ну, естественно, жаворонки, те самые, которые на 40 мучениках Севастийских. И то, о чем Гончаров в Обломове писал, что жители Обломовки, они считают, что весна не началась, пока не напекают по 40 жаворонков. Ну, это же тоже такая смесь и кулинария, и вот такого какого-то православного традиции. А вот интересно, это именно в русской православной кухне, а вот, скажем, у сербов там есть что-то? Есть, да, конечно. Есть. Свои какие-то или такие? Свои, свои, свои. Хотя вот, насколько я знаю, что как-то вот я пару раз, мне посчастливилось участвовать в такой фестивале православной кухни, в Москве проводился, и сербы как раз, сербы, болгары, они привозили свою такую вот какую-то традиционную выпечку, она была очень похожа на тех же жаворонков. Похожа, да? Похожа, да. Вот на севере русском, на Вологодщине, еще пекут такие интересные тетерки. Как? Тоже тетерки называются. Тетерки? Почему называются тетерки? Сложно сказать, потому что там меньше всего на птицы вообще похожи. Там какие-то, в виде солнышка такого, печеньки. Вот называются тетерки. Козуль рождественский, архангел-городский в архангельской губернии. В общем, такая вот какая-то тоже, это все равно все связано с традиционным календарем. Есть у меня еще такой личный вопрос, пока мы вот в теме веры. Вот в этом, если рассматривать веру как путь, вот для вас на этом пути, в этом пути, что самое сложное? Если так просто сказать все откровенно, то удержаться это вкушение. А вот, скажем, как-то менялось ваше понимание того, что такое вера, как вы с годами, да? Ну, кроме того, что вы уже сказали, когда вы там крестились, и потом, вот что-то, может быть, чему-то вы стали больше придавать значение, чему-то меньше. Ну, у меня был какой-то период такой, вероятно, где-то лет с 20 до, ну, почти 30, когда я как-то, ну, совсем, в общем, если так честно сказать, то утратил интерес полностью. А вот, потом как-то вернулся с новой силой, но, тем не менее, вот был такой период, поэтому, ну, да, конечно, как-то вот так идет все. Ну, бог даст, что уже там, я думаю, что какие-то уже взгляды сформировались. Ну, хотя, конечно, бесконечные какие-то и новые знания, новые понимания, и взгляды, может, не меняются как-то, уж тем более радикально, но, во всяком случае, по-другому начинаешь смотреть на некоторые вещи. Вот я, кстати, если обратно вернуться к кулинарной теме, уж куда там от нее деться, для меня еще лет 15 тому назад вот очень было важно, ну, даже, может, и поменьше, чем 15, очень важно было вот встреча Пасхи, это мой самый любимый праздник, при том, я думаю, что всю жизнь Пасха, и вот эти куличи, там, творожные пасочки, вот какие-то угощения. Последние годы, ну, я могу сказать, что у меня практически вот интерес к этому пропал, в гастрономической части, потому что осознание вообще значения этого дня, праздник этого события, оно как-то вот уже постепенно заполняет все прочее, и оттесняет какие-то вот такие внешние стороны. То есть это настолько сильнее, да? Ну, становится, со временем становится сильнее, что как-то вот уже даже так, для меня абсолютно было немыслимо, если бы я там 15 лет назад, я бы там куличи бы не сам бы испел, как где-то. Угощав, может, уже, да? Вот я думаю, по последние пару лет я так и делаю. Надежда. Без этого вот ощущение вообще, собственно, самой России пропадет, рано или вкусно. Я там самый вкусный сыр ел. Вы самый вкусный в России? Да вообще. Вы из петербургской семьи, семья петербургской интеллигенции, и, в общем, образ не вполне соответствует вашему сегодняшнему, да, или там не только сегодняшнему, вот вашему образу такого человека, скорее, там, деревня, печь, там, не знаю, селигер, там, и прочее. Вот у нас тема надежда, да, вот это, это, не знаю, не то, что образ, а образ жизни, да, не образ, как что-то внешнее к вам не имеющее отношения. Вы здесь какую-то надежду видите? Это вам какую-то надежду дает? Или это просто, вот скажем, продолжение интереса, да, вот вы в это окунулись, и просто неорганично, если это будет не так? Мне комфортно вот в таком находиться, так сказать, как бы, с самоощущением. Ну, а потом то, что мы как-то вот все равно все, ну, да, вот я родился тогда еще в Ленинграде, в Петербурге, и все-таки вот такой, у меня мама блокадница, и действительно, семья ленинградская. Вот, но тем не менее, ну, все равно как-то вот по материнской линии у меня все из деревни, так или иначе. Притом вот именно оттуда, вот, в селе Геры, по папиной линии, наполовину пирские купеческие, это Сырниково, это купеческий род, который только в конце 19-го, в начале 20-го века переехал в Петербург, в общем-то, в том же самом статусе купца. Прадед второй, по отцу, это Николай Георгиевич Галин Михайловский, в общем, довольно известный литератор и инженер. Вот, так что тут всего так намешано, я думаю, что как у большинства сограждан, так все намешано, что, ну, как-то мне, видимо, интересно все вместе. Это не значит, что я как-то вычеркиваю абсолютно одну сторону, я принимаю другую. Но почему-то вот как-то мне комфортнее себя чувствовать вот именно в таком, около русской печки. Но вы себя чувствуете при этом, там, петербургцем, ленинградцем, то есть это ваш город, вы какую-то связь, связь, я не знаю, вы скучаете, вы когда приезжаете, вы там, ностальгируете, там, ну, смотри, когда уезжаете. Страшно сказать, наверное, все меньше и меньше после этого. А это связано с ритмом жизни этим? Да, это как-то со многим связано. Это связано из тем, что, ну, вот, я понял, что мне не хочется в вашем городе жить. Абсолютно точно. И как-то любой-любой большой город меня утомляет довольно быстро. Притом, неважно, что это за город, там, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск или Рим или Париж. Вот. А в деревне как-то я совершенно по-другому себя чувствую. И я, наверное, действительно всю жизнь хотел как-то вот рано. Ну, по крайней мере, давно уже как-то понимал, что мне комфортнее будет вдали от города. Ну, вот. Что касается отношения к Петербургу, ну, конечно, конечно, я люблю Петербург. Конечно. Но сейчас же понимаю, что для того, чтобы, предположим, для того, чтобы раз в год в Эрмитаж сходить, то все не обязательно около него жить. Насчет деревни, да? Ведь, ну, понятно, что это, в общем, деревня умирает, да? К сожалению. Да. И вот, понятно, что, ну, многие пытаются сегодня там, уезжают, ведут эту жизнь. Но насколько мы можем надеяться на какое-то... Это ведь не просто, знаете, там, деревенская жизнь. Да? Вот у меня был Феликс Разумовский в программе «В гостях». И он сказал, ведь там какие-то, вот он занимается этим, там, роща, там, еще что-то. Это вещи, которые сами по себе не растут. Надо косить. Вот мужики выходили там и косили, да? И он говорит, даже в Белоруссии это по-другому. И даже в Польше там косят. А у нас этого не делают. Вот здесь есть какая-то надежда? Или это, к сожалению, вот удел каких-то одиноких энтузиастов, которые без этого не видят жизни своей? Есть надежда. То есть вы надеетесь и там верите в то, что это можно как-то развернуть, эту ситуацию? Да, я абсолютно в этом уверен. А что для этого нужно сделать? Ну, я вижу, у меня просто в кругу общения достаточно много знакомых, которые, вот действительно, при том, это не такое вот модное слово, доншифтинг, когда человек все бросает и куда-то перебирается просто из принципа. А абсолютно осознанно, при том, вот именно для того, чтобы хотя бы что-то изменить. Я думаю, что сейчас, спустя 100 с лишним лет, 150 лет практически, вот это движение народничества, которое было в конце 19 века, оно немножко перевоплотившись, повторяется, но уже не в виде фарса, а в виде такого более осознанного и более, ну, с большим пониманием, я бы сказал. Я как-то, я очень интересовался вот этим вот тем, что происходило и в конце, где-то 70-80-е годы, 19 века и на рубеже веков и более поздние времена. Я понимаю, что тогда было какое-то такое более наивное, более поверхностное, что ли, представление о том, как обустроить русскую жизнь, как обустроить русскую деревню, как вот этот быт крестьян. Сейчас оно уже более жесткое, более прагматичное. И люди, которые туда переезжают, они уже, в общем, особых таких розовых очков-то не носятся. Они представляют, с какими сложностями они сталкиваются, они представляют, какую глыбу придется свернуть. И вот это самое чеховское, описанное Чеховым, точнее, прекрасно душа, когда я там свои костюмы раздам крестьянам, вот, это уже далеко-далеко где-то находится в давней истории. Сейчас уже по-другому. Вот у меня есть знакомые, которые фермеры или где-то в каких-то райцентрах живут, и в небольших, и занимаются каким-то, ну, то, что называется, бизнесом, или производят какие-то там продукты у себя и так далее. Они же все уже там весь мир объездили. Они все представляют, как вообще мир устроен. И что, как, где, это не значит, что вот копировать слепо, но, по крайней мере, есть представление о том, что мир немножко по-другому устроен, чем представлял себе там какой-нибудь народник там конца 19 века. Вы говорите, что есть надежда на то, что это будет, ну, не то чтобы восстановлено, да, но что там жизнь появится, да, а вот сама эта жизнь, ну, допустим, она появится, она какую надежду нам даст? Что она поменяет в нашей жизни? Ну, то, что вообще без деревни, без вот какого-то сельского производства, сельскохозяйственного производства такого, не когда все делается на заводе, каком-то производится, там зелень какая-то выращивается, видел я такое. А вот, а когда все это все-таки с более-менее такой какой-то степенью традиционности производится, я думаю, что без этого вот ощущение вообще, собственно, на самой России пропадет рано или поздно. Ну, мне так кажется, я понимаю, что, может быть, это, ну, как-то слишком так уж сказано, может, с Папасом, с Никтором, вот, но тем не менее, мне кажется, что все-таки мы так устроены, что большая часть, большая часть России это не крупные города. Ну, да. А есть вот какие-то, вы же много очень путешествуете, есть какие-то регионы, где вы чувствуете особо вот эту жизнь, там, прям? Да, конечно. Ну, здесь больше сейчас сложно говорить. Я думаю, что потенциально все регионы, они так или иначе готовы к тому, чтобы как-то вот возрождаться. И бывают какие-то стечения обстоятельств, как, например, там, Белгородская область. Вот вдруг бабах, и оказалось, что там, я был там вот несколько раз за последнее время, вот, хотите верьте, хотите нет, но я там самый вкусный сыр ел. В смысле, самый вкусный в России? Да вообще, ну, я, вот, как бы по Франции, по Италии поездил, я сыр-то попробовал всякого. Всякого, да, да. Вот я могу сказать, что это фантастический сыр, который производится в Белгородской области. У них молочное производство. А это фермерские какие-то? Фермерские, да. Притом, это какая-то семейная предприятие какие-то, которые производят, они между собой кооперируются. Вот. Это какая-то жизнь все-таки все равно ведет. На Алтае, вот, ездили, там, приехали к фермерам, они производят так называемые смоленские крупы, которые вообще никто уже сто лет не производит в России. Просто потому, что они просчитали где-то, им интересно стало, они жернова сами смастерили и начали вот эти самые гречки, которые сами выращивают, делают смоленские крупы. Которых, еще раз говорю, что там в 19 веке это была самая дорогая гречневая крупа, окатанная, так называемая. Уже вот, ну, лет сто точно никто не производит, а они просто на таком энтузиазме делают. Вот. Вот все равно, как ты вот видишь по людям, что это не просто интересно, это не просто развлечение, это не просто хобби, а это осознание какое-то такое вот свое, ну, как это громко бы не звучало, но миссии даже в том числе. Вот тех людей, которые приезжают, уже обладая каким-то запасом там и знаний, и опыта, может, в других сферах каких-то приезжают и пытаются что-то вокруг себя возродить. Есть еще очень важный момент, который я тоже вижу, это то, что если, ну, условно говоря, в каком-то деревне, в районе находится такой человек, который, ну, действительно своим трудом, своим трудом что-то меняет вокруг себя, там, в радиусе двух-трех километров, то все остальные, глядя на него, не все, конечно, да нет, это я уж, конечно, не все, но кто-то, кто-то, глядя на него, тоже начинает, да. Вот потому что, конечно, там количество людей, которые способны вот что-то вокруг себя изменить, их, к сожалению, не так много, но их все равно хватает для прогресса. То есть жизнь начинает выстраиваться вокруг. Совершенно верно. И это очевидно, просто я знаю несколько деревень. Два очень важных вопроса. Вот когда мы слышим, а сейчас это сплошно, по древним рецептам, там, и так далее, да, вот можно ли, ну, так, примерно хотя бы сказать, сколько действительно, как принято говорить, аутентичного в этом, когда, ну, допустим, про русскую кухню говорят, да. И второй вопрос, может быть, даже более важный, вот для меня лично, а насколько важно, да, ведь, действительно, ну, откуда, там, если нет письменных источков, мы что-то уже не воссоздадим, или нет подробностей, да, так ли это важно именно в данном вопросе, да, чтобы это было так, как там делали, там, не знаю, в 18-м, 17-м, 16-м веке. Или мы можем творить, выдумывать, пробовать, так сказать, совершенно необязательно уверять, что именно так делали предки? Ну, первый вопрос, почему, я думаю, что очень мало, к сожалению. Потому что, когда она предлагает по исконно русским рецептам квас, в котором сахара столько, что уже там всякие... Да, вы много раз писали, что не могло быть там, да, сахара? Да, и, ну, действительно, ну, это не старый русский рецепт, где сахар, в квасе. Или пастилу, которую тоже готовят, как все пишут, что по старинным рецептам, готовят пастилу, и все кладут туда яичный белок, превращая пастилу таким образом просто в французский зипир. Русская пастила, и это многократно, там, в том числе, там, домостроя есть, например, описание приготовления пастилы, она готовится без всякого белка, просто за счет вот сорта особого яблок, там, вот эта антоновка, взбивается, долго веслом бить, как написано. Никакого белка туда сроду не клали, для облегчения, да, конечно, но это не старый рецепт, на каждой коробочке пастилы написано, что это древний... Да, да, да. Вот, то же самое, там, предположим, какое-то калужское тесто, которое, ну, с калужским тестом, там, печальная история, его вообще в принципе нет рецепта, не осталось, потому что в 17-м году полностью была под корень уничтожена династия, притом физически уничтожена этих купцов, калужские, которые производили, держали монополий на производство калужского теста, и куда рецепт делся, непонятно, его нет. Вот, поэтому можно сколько угодно фантазировать, там, называют, но, тем не менее. Ну, вот, так что, вот, с первым... Для меня это вообще вот такой маячок такой, когда написано по старинному русским рецепту, начинается такая, скорее всего, ждающая скептическая улыбка, да. Потому что, ну, иногда, конечно, бывает, что действительно, причем бы нет. Что касается, насколько нужно, я считаю, что нужно. Я считаю, что нужно параллельно. Вот, меня довольно часто как-то обвиняют в том, что я мешаю прогрессу русской кухни, заявляю о том, что вот... Так вот, я как раз про это и говорю, что не говорите, что вот это исконно-посконное. Если это ваше авторское, ну, слава богу, прекрасно. Почему нет? Был такой вот министр финансов, граф Гуриев, который придумал гуриевскую кашу. Ну, честь и хвала, графу Гуриеву. Как министр финансов говорят, непосредственно. Ну, вот, зато придумал гуриевскую кашу, которую до сих пор с удовольствием вспоминаем, едим, готовим иногда, когда русская печка под боком есть. Так что, почему бы нет? Почему бы, ну, просто, я всегда, когда какие-то дискуссии с коллегами-шефоварами встреваю, затеваю какие-то споры, я всегда... Ну, ребят, ну, вот, давайте, вот, мы с нашим, вот, прежде чем назвать, опять же, там, возвращаясь, там, пастилой, нечто с яичным белком, давайте сначала приготовим, так как готовили 500 лет назад. Потому что есть описание. Тут даже не надо ничего долго-долго искать. Вот, давайте приготовим. А потом дальше, ну, все что угодно. Ну, добавлять это, какие-то там художества устраивают на тарелке, все это. Я в данном случае не про пастилу говорю вообще, про любое другое блюдо. Для того, чтобы быть, там, художником каким-то с особым взглядом, там, абстракционистом, кем-то еще какой-то, так сказать, кубистом, надо сначала классическую живопись изучить. То же самое и с национальной кухней. Для того, чтобы фантазировать, надо сначала базис вот этот какой-то освоить, на чем уже все это будет строиться. Терпение. А в чем терпение шеф-повара? У еды вообще только один критерий, это вкус. А правда, что у вас Обломов один из любимых литературных персонажей? Да, конечно. А что? Он обаятельнейший, прекраснейший русский человек. Это не вызывающее никакого, не то что отторжения, а вообще даже. Как-то вот у нас представление о героях классической русской литературы, оно, конечно, сильно подпорчено с советской средней школы. Ну, по крайней мере. Ну да, да. Екатерина героиня там и так далее. Да, да, да. И в результате, притом очень часто я замечал, что противоречили друг другу. Ну, то есть там действительно, когда Екатерина была героиня, а вот Обломов, он какой-то такой вот человек никчемный, как его представляли. Я думаю, что Гончаров, как Обломов представлял сам немножко по-другому все-таки. Он не никчемный человек, а это уравновешивающий человек. Это вот уравновешивающий Штольцев, так сказал. А вот есть такая тоже точка зрения, что, собственно, Обломову как раз-таки невыносимо терпеть вот эту вот какую-то суету деятельной жизни, да, и поэтому вот он, так сказать, вы согласны, да, с такой? Ну, вот, собственно говоря, то, о чем я и сказал. И говорите, да. А вам это близко? То есть вы тоже вот эту суету деятельной жизни не очень, так сказать, воспринимаете? Нет. Я другой. А вы, то есть вам Обломов нравится, но вы не Обломов? То есть у вас много деятельных? Ну, не знаю, уж много-немного, но побольше, чем Обломов, видимо, да. То есть у вас Штольц и Обломов, так сказать, вместе как-то внутри находятся у вас в деятельности? Ну, по всей видимости, да. Да, да. А кто побеждает? Я думаю, что Обломов. Обломов. По счастью Обломов. А вот насчет еще, насчет терпения в целом такой вопрос. Вот на кухне, на кухне, да, вот в профессии, вот терпение важно или нет? Да, конечно. А в чем терпение шеф-повара? Вот именно шеф-повар, если говорить про профессионализм, вот я работаю восьмой год в городе Новосибирске в одном замечательном проекте, и вот представьте себе, что для того, чтобы сырники отработать, чтобы они были идеального качества, я считаю, что это самые вкусные сырники. Когда я попробовал, мы работали три или четыре месяца. То есть день за днем отрабатывали, по секундам, там, вот это обжарка, время парокоментоматия, сочетание всех ингредиентов, которые доходят, творог искали, который вот точно по таким стандартам он должен готовиться и так быть. То есть не сразу получалось? Несколько местных, нет, конечно. Это должно быть абсолютно, вот в этом перфекционизм такой, он абсолютно оправдан на самом деле. А перфекционизма без терпения его, конечно, не бывает. А вот сцена из фильма, из фильмов, ну вот много же фильмов снимают, я шеф-повар, там, главный герой, да и у нас снимают, и за границей, когда там что-то готовится, попробовал, и раз там, не знаю, тарелку, сковородку в ведро. Это реалистичная сцена? Абсолютно. Да, то есть все не то? Ну, я еще раз повторю, что я из блокадной семьи, поэтому у нас не очень в семье все всегда как-то вот, бабушка моя меня точно бы не поняла бы, если, поэтому я как-то, может быть, так откровенно это не делаю, но такое, конечно, вполне. Но переделывать, по крайней мере, безусловно. То есть даже когда гость ждет блюдо в ресторане, и если это толковый, хороший и честный шеф-повар, и он понимает, что это не соответствует стандарту, то лучше, пускай, заставить повара переделать, чем подавать такое, конечно. А вот что критериям, вот вы говорите, вот эти сырники вы несколько месяцев там отрабатывали, критерий только ваш вкус, да, то есть вы должны сказать это? У еды вообще только один критерий, это вкус. Ну, я же не говорю про такие там категории, как вредный, невредный, потому что понятно, что тут это не об этом речь. Вот, ну, внешний вид, да, конечно, они должны красиво выглядеть, но все равно самое главное – это вкус. Но при этом, то есть это вкус, который вы решаете, вот это то, не то, да. Да, но в этом, в этом смысл вообще существования шеф-повара, он должен ориентироваться на свой вкус. Ну, не может композитор писать музыку, которая ему самому не нравится, но смысл-то какой-то. Ну, то же самое, что повар. Он придумывает блюдо, которое ему нравится. Стандартизация всего начинается вот именно с еды. А вот уважение к продукту, вы сказали, очень интересно, а это что такое? Я помню эпизод, тоже, кстати, в фильмах он часто встречается, ну, и в жизни, мне кажется, мы пришли в какой-то ресторан, где фирменным блюдом был какой-то там кролик в пиве, там что-то такое. И я, как мне казалось, предельно вежливо сказал, что мы немножко ограничены по времени и попросил вот как-то это все сделать, не затягивая. Мне очень жестко было сказано, что у нас ресторан медленной кухни, вот это здесь написано. Он там, кролик готовит 45 минут, а дальше, знаете, как в анекдоте, если вам что-то не нравится, ближайший Макдональдс вот 300 метров. Вот это что, это часть какой-то такой мифологии или это кухня требует? Ну, это и кухня требует, и это такая возможность для ресторатора, для шеф-повара покрасоваться. Да, то есть все-таки есть это. Да, вы знаете, есть очень известный шеф-повар, не воспроизведу сейчас, не помню, как его зовут, который категорически не ставит, не разрешает. Ставит на стол в своем заведении соль, перец, вот как обычно. Потому что он говорит, что если вы приходите на концерт классической музыки, вы же там не кричите, через весь зал и вторая скрипка погромче. Хорошо. То есть я посолил, да, как я считаю. Нужно. Ну, интересно, что и ходят к нему. Ну, видимо, да. Раз стало известно про него вообще, в принципе. Ну, вот тему фастфуда не могу, конечно, обойти. Как вы вообще относитесь ко всему этому? Ну, я считаю, что я все прекрасно понимаю. Я понимаю, что действительно то, что называется темп жизни такой, и что где-то на ходу надо что-то такое перекусить, съесть. Но я все-таки абсолютно уверен в том, что, вот как древние римляне говорили, я то, что я ем. Вот так оно и есть по сей день. Если относиться к еде как к необходимости, то есть все равно что, съем все равно где, и побегу дальше, то, в общем-то, это, видимо, какое-то такое тоже меняет и сознание, и вообще представление о жизни и о самом себе. Мне так кажется. Ну, мое представление такое. Для вас это не только вопрос качества еды, да, но и какой-то философии жизни, да? Конечно, конечно. Такая стандартизация, стандартизация всего начинается вот именно с еды. Это даже не глобализация, это хуже, это усреднение, при том усреднение на каком-то таком уровне очень невысоком. А есть какая-то национальная культура, вот где аутентичная кухня так представлена, и вот вам это нравится? Ну, среди жминоморская, в общем-то, мне там как-то довелось даже какое-то время в Греции в ресторане поработать. Греческая кухня, она, в общем-то, такая, ну, прямо скажем, не такая известная, не такая уж с каким-то огромным количеством блюд и репертуаром, но, тем не менее, все равно там все от продукта, конечно, исходит. И вот там, где есть вот это уважение к продукту, и к йогурту, к этому мягкому сыру, который по-разному называется, к рыбе, к морепродуктам, к оливковому маслу потрясающему, который там растет. Вот от продукта как раз идет и вот все вот эти, возможно ли сделать фастфуд подобный Биг Маку из превосходных продуктов, из свежих морепродуктов, из свежих молочных продуктов, которые там, из какой-нибудь козлятины, которая в горах пасется? Нет. И смысла нету. Это гораздо легче там запечь с ароматными травами этого козленка и подать салатом из свежайших овощей, которые там уже выращены, с хорошей фетой и политой замечательным оливковым маслом. Тут не нужно уже никакого. Это все просто, это все из того, что здесь где-то выращено, поймано и так далее. И не надо никакого там хот-дога, габбургера и прочего. А вот уважение к продукту, вы сказали, очень интересно. А это что такое? Вот это очень, это то, что мы в родном отечестве нашем, увы, потеряли. Только сейчас, опять же, вот какими-то усилиями, каких-то энтузиастов начинается вот какое-то такое вот это уважение обратно появляться. Я приведу такой очень интересный пример, мне кажется. В конце 19 века, в самом начале, буквально последние годы 19 века, было издано, первое издание прошло, такой замечательной книги, практически основа кулинарного искусства, Пелагея Александрова Игнатьевой. Она, кстати, дожила до 50-х годов, работала простым технологом. Вот я считаю, что ее книга, практически основа кулинарного искусства, это вообще лучшее, что было написано когда-либо на русском языке о кухне. О кухне. Не только, там и про русскую кухню много, и не только про русскую, вообще. Вот как такое пособие настольное. По счастью, там недавно переиздали его, уже в современной орфографии. И вот к этой книге было приложение к первому изданию Александра Игнатьева, которое, кстати, написал ее муж, Игнатьев. Он был кандидат в ветеринарии, в ветеринарную врачу. Он написал такую тоненькую брошюрку, которая была в дополнении, называлась «Курс мясоведения». Курс мясоведения Игнатьев. И вот это абсолютно такое потрясающее открытие было для меня. Я впервые в 70-е годы 20-го века на мне попала в руки эта книга. И когда я ее прочитал, вот это одно из таких переворачивающих все с головой на ноги информация была. На тот момент, в конце 19-го в Российской империи было столько пород крупного рогатого скота. И мясного, и молочного. И вот он как раз по мясу, он говорит, что лучше для такого-то блюда брать вырезку от быка арзамасской породы. А вот для приготовления говядины построгановской лучше брать вот и архангельские коровы. И вот, и все это оказывается, что тогда это у нас было. Вот это то, о чем Геллировский писал, когда там праздником привозили из Ярославской области Коплунов, и из Московской губернии привозили там Цесарок и прочее, прочее, прочее. Там вот когда привозили все, разных и знали, и спрашивали откуда, и все это было действительно понятно для такого среднего человека. Мы это утратили. У нас сейчас, когда мои знакомые пытаются, в общем, довольно успешно, надо сказать, продавать, предположим, фермерские какие-то продукты, давая возможность потенциальному покупателю увидеть в режиме онлайн, как эту коровку подоили, как там молочко слили, как-то заквасили, срок оно произвели. Но это другое все. Давно говорят, что сегодня нередко постной едой являются многие деликатесы и дорогие продукты. И вот у меня поэтому вопрос такой на стыке аскетизма, аскеза и кулинарии. Вот как вы к этому относитесь? Ну вот когда там вы прощаете, что называется, когда постятся там лобстерами, я не знаю, какими-то дорогими креветками и так далее. Или можно вполне, или нужно, если это уж пост, то ты должен как-то это ощущать? Ну, я не знаю, я сам лобстерами не пощусь. Я, крайне говоря, не знаю ни одного человека, который постится лобстерами. Это уж как-то немножко заградит. Другое дело, что когда человеку вообще другой еды нет, кроме лобстеров, тогда... Бедный, да, когда у него бедного нет, да. Вот. Мне, надо сказать, с недавнего времени, когда вот я взял на себя смелость такую, вести передачу про еду, в том числе постную, на меня очень много, ну, не много, но, в общем, бывает иногда, что говорят, ну, что ж вы так это, вкусно я такую еду готовить, вроде пост, а у вас так все вкусно. Должно быть невкусно. Должно быть, ну, почему невкусно? Никто же не говорил, что невкусно. Мы себя... Понятно, почему... Я очень хорошо понимаю, почему в пост нельзя мясо, и почему, скажем, монаш, что еще нельзя мясо. То есть, да, действительно, я в последнее время как-то сам не очень много мяса, я им, при том, и не только в посты, понятно, вообще не ем, но и без постов-то как-то особо. А я понимаю, почему. Но почему нельзя, ну, не знаю, там, какой-нибудь постный тортик с черносливом сделать без растительного масла, который вот почему-то упреки, что... Ну, да, вкусно. Ну, почему мы должны... Ну, когда, если вы хотите, там, можно в среду и пятницу на хлебушке на черном посидеть. Почему я сам так делаю? Почему нет? Ну, вот. Ну, а так-то, в общем-то, никаких... Если посмотреть те же самые, то, что я говорил, там, книга «Яство» есть год стол подаваемых и то же самое «Домострой», то там как-то такие неожиданные для нас сейчас вещи вспоминаются. Например, в «Домострой» написано «Подвижные к Богу люди великий пост свежей рыбы не едят». А едят только суши. А под сушами, конечно, подразумевается рыба сушеная, вяленая, копченая и так далее. Тут это спорно. Это даже не с позиции шеф-повара, а с позиции здравого смысла. Если кто-то хочет поститься невкусно, но это его воля. Пускай благословение берет у батюшки и поститься, как ему хочется. Любовь. А вот без любви можно вкусно приготовить? В силу своей комплекции я очень плохая иллюстрация к рассказу о воздержании. Есть такое выражение расхожее, да, приготовлено с любовью. Вот я честно, да, я понимаю, когда там мама готовит детям, это с любовью, да, а бабушка – внукам, да. А вот шеф-повар, он готовит с любовью к кому? К посетителям ресторана, к с уважением к продуктам, с любовью к еде? Вот как? Или это просто красивая фраза такая? Ну, что с любовью к своей работе, прежде всего. И вообще к делу, которым он занят. Как бы это не высокопарно звучало, но тем не менее это вот так. Я очень люблю своих коллег, я очень люблю шеф-поваров. Я очень много их знаю, и наших, и не наших. Это все люди абсолютно... Ну, по большей части, нет, ну, есть, конечно, там разные исключения, но, тем не менее, как правило, это люди абсолютно одержимы от своей работы и серьезно относящиеся к тому, что от них идет зал из кухни. Это именно шеф-поваров я говорю, но хотя и линейные повара, так называемые, тоже. Нет, я думаю, что, да, именно любовь, конечно. Именно любовь. Прежде всего, к своему делу. К своему делу, к людям, причем бы нет. Ну, если приходит гость в ресторан, я его даже не вижу. Он там идет. То есть можно посмотреть, конечно, вокруг, что кто это, да. Ну, не всегда же будешь смотреть. Хотя, как правило, я очень хорошо знаю, что, как правило, интересно. Особенно, когда какой-то такой... Когда едят, да? Да. Нет, ну, не когда едят, а когда какой-то заказ такой, несколько необычный идет, там, когда вот понимаешь, что человек хочет попробовать. Вот он не просто приходит так короткими перебежками, забежал, там, поел что-то такое, убежал дальше. А когда человек пришел и заказывает, а вот это что у вас такое, давайте я это тоже попробую. То всегда интересно посмотреть, что же это за человек-то такой. Ну, любопытно, да, конечно. Вот. Но ты же не знаешь, даже если ты увидел его, ты же не знаешь, что это за человек. По определению, я же всегда сначала по, что называется, по умолчанию. Думаю, что он человек очень хороший. И любишь его за это, за то, что он хороший. Потом, может быть, оказывается, что ты не такой хороший. Что он бюшленовский критик. А вот без любви можно вкусно приготовить? Да, наверное, можно. Наверное, можно. Но сложнее. Но просто это сложнее не потому, что это технически сложнее, а потому, что это эмоционально сложнее. Зачем тебе это надо тогда, условно говоря? Как мы начали, когда про пост говорить, у вас есть какой-то критерий? Как не перепутать, условно говоря, любовь к искусству с чревоугодием, я не знаю, любовь к тому, что интересно попробовать блюдо, с тем, что уже с точки зрения христианской аскетики будут считаться страстью? Я, конечно, в силу своей комплекции, я очень плохая иллюстрация к рассказу о воздержании и аскетизме. Вот, хотя я действительно как-то вот так какие-то сам для себя ограничения делаю, безусловно. Да, это очень тонкая грань, на самом деле, очень тонкая грань. И вот где начинается с чревоугодие, где заканчивается просто вот любовь к произведенному природой и произведенному человеку. И благословленному Богу, в общем-то. Да, конечно. И где начинается... Ну, я для себя примерно так вот это, что переедать не надо. Вот надо останавливаться вовремя, видимо. Вот, наверное, так. Как и в любом другом деле, надо сказать. А вот все-таки еще про пост я хотел спросить, вернуться к этой теме. Кто-то у меня рассказывал, когда прочитал какие-то там... Ну, у нас же есть в литературе, да, описание, как постились там все эти и про грибочки, и про все. Я говорю, ну, если вы так поститесь, я тоже хочу быть православным. Вот это вот, как вы считаете, допустимая такая, так сказать, замануха? Я вот ни разу не слышал, чтобы через желудок человек пришел к вере. Ну, как-то это уж немножко странновато было бы. Да нет, но я думаю, просто надо прежде всего самим православным разъяснить, что поста не надо бояться. Продукты-то все равно здоровые, самое-самое. Ну, что, гречки там какая-нибудь свареная на воде, но это все равно здоровые, да, правда. И все эти традиционные русские квашения, соленья, мочения, вот, это же тоже замечательно, это все вкусно и в холодном виде. Какие-то похлебочки приготовили, там, щепостненькие приготовили, эти шквашные. Грибы, разве это не вкусно? Да, конечно, вкусно. Вот. И все-все-все. Сейчас у нас операторы, думаю, сбегут все, потому что уже все хотят есть. Я думаю, что тут вопрос в том, что действительно, я знаю очень часто люди верующие, они как-то вот говорят, ну, вот я последнюю недельку великого поста попрощусь, а остальное нет, потому что, ну, потому что как-то вот живот будет болеть. Они говорят, с чего живот будет болеть? Если нормально питаться. Если нормально питаться. Ну, никто же не заставляет одни сухарей грызть сюда за вечером. Спасибо. У нас в финале, как я вас предупреждал, я хочу вас попросить поставить знак припинания вот в каком предложении. Сегодня во многих ресторанах, там, кафе есть постное меню. И нередко это критикуют. Критикуют, с одной стороны, что это вот, ну, такая стилизация под православие, вот постное меню, а с другой стороны, я слышал, что и вы, по-моему, да, тоже так высказывались скептически по поводу и примитивности, там, ну, и много чего, да. Вот, собственно, вопрос такой. Если мы задаемся вопросом, нужно ли вот такое массовое постное меню, да, отменить нельзя, сохранить. Где вы поставите точку? Отменить нельзя, точка сохранить. Сохранить. То есть, несмотря на кризис. Не вижу никаких вообще препятствий. Я везде, где я работаю, обязательно ввожу именно постное меню. Именно так, потому что это просто удобно. Потому что постящий человек очень часто задает вопрос, зачем вообще в пост приходить в ресторан. Ну, разные ситуации бывают. Вот я езжу, там, мне стыдно где-то, мне не ресторан, там, хочется куда-то зайти, в какое-то кафе. Если постное меню, у меня сразу другое отношение к этому самому кафе, да это удобно просто, в конце концов. Действительно. Правда, другое дело, что иногда бывает. Так что шеф-повара не очень хорошо представляют, что такое постное меню. Предлагают, у вас есть постное меню? Ой, да, у нас прекрасная постная спаржа. Прекрасная. А как вы ее готовите? Ну, со сливочным соусом и сыром. А прекрасную постную свинину не предлагают? Один раз было замечательно. Это было, правда, очень давно. Меня попросили сделать постное меню для одного самоктегурского ресторана. И это было, притом, едва ли не первое постное меню в городе, по меньшей мере, в Санкт-Петербурге. И мы объявили на весь город о том, что в ресторане в таком-то постное меню. И пришел, это начало 2000-х было, и пришел вот такой абсолютно классический киношный персонаж в малиновом пиджаке с золотой цепью. Сел, потребовал постное меню, прочитал пять раз, уточнил, уточнил, что точно щи постные грибные, точно, валаамские щи, точно постные. Заказал себе валаамских щей, поел. Она говорит, ну что еще меню? Ну вот тут баранина у тебя есть, давай баранина. Как же так, помилуйся. Она говорит, ну я же не дурак, что ты мне объясняешься. Я же попастил с щей-то и поел. Такого я не слышал никогда. Вот это было на моих глазах, я общался с этим человеком. Это было очень давно, я надеюсь, что сейчас он уже постится как поможет. Да, да, да. Спасибо большое. Это был повар, странствующий по России, по миру и по жизни Максим Сырников. А мы продолжим писать парсуны наших современников через неделю. Авторская программа Владимира Легойды Парсуна Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова